Школьная реформа, ЕГЭ, ОГЭ, актуальность, необходимость, эффективность. Мира вам! Я Ханжан Курбанов. Это моя образовательная итоговая ремарка. В Дагестане подвели итоги единого госэкзамена. Каждый год вокруг ЕГЭ и ОГЭ происходят интриги, скандалы, расследования. Вопрос ЕГЭ-туризма сейчас уже не актуален. Хорошо. Помните экзаменационных мигрантов? Это явление жито, сообщили нам в Минобре. Прекрасно. Зато в этом году неприглядно отметился Курахский район, хотя знающие люди говорят, что так поступают многие сельские школы, где контроль слабеет. Чем выше горы, тем ниже контроль. Хотя этот народный тезис нуждается в проверке. А для Курахских школьников, как сообщил Республиканский Минобр, организовали пересдачу ОГЭ. Напомним о массовых нарушениях в ходе проведения ОГЭ в Курахском районе, где 96 из 100 сдававших экзамен школьникам, была оказана сторонняя помощь, сообщил сам министр образования и науки Республики Дагестан Яхья Абучаев. Начальник управления образования Курахского района и другие, ответственные за организацию проведения госэкзаменов специалистов, были тут же отстранены от работы. А все сопутствующие материалы, в том числе записи видеонаблюдения, переданы надзорные органы. Для защиты интересов детей было принято решение повторного проведения экзамена. Это беспрецедентный для Дагестана случай. С такими грубыми нарушениями мы никогда не сталкивались. Из-за некомпетентности, халатности и недобросовестности взрослых пострадали дети, которые в период экзаменов и без того испытывают эмоциональные переживания. Мы прилагаем очень много усилий для обеспечения объективности и прозрачности проведения государственной итоговой аттестации школьников. В этом году впервые все пункты проведения ОГЭ, состоящие из 3000 аудиторий, оснащены системой видеонаблюдения. Это и позволило выявить нарушения, прокомментировал глава Миноборнауки Республики Дагестан Яхья Бучаев. Раньше проверяли вот так пристрастно ЕГЭ, а теперь ОГЭ. Еще добавлю, что это беспрецедентный случай, когда о сбое системы в системе говорит сам министр, а не блогеры или сторонние наблюдатели. У нас же как? В Багдаде все спокойно. Живут по принципу «как бы чего не вышло», в смысле утечки негативной инфы. Для повторного проведения экзамена была сформирована выездная рабочая группа из 27 человек. Организаторы, технические специалисты, руководитель ПП, члены ГЭК, общественные наблюдатели и сотрудники Миноборнауки РД. Экзамен прошел в спокойной обстановке, без каких-либо сбоев и нарушений. До начала экзамена с ребятами беседовал психолог. Очень важно, чтобы дети понимали причины и следствия произошедшего, и что все это ради справедливости, ради их будущего, отметил министр. Тема психологов и итоговой аттестации, что для девятиклассников, что для одиннадцатиклассников, актуальна в стране все эти годы, когда проверка выпускников производится с таким пристрастием, что позавидовали бы самые рьянные сотрудники службы исполнения наказания. Мимо охраны и контролеров не пройдешь, а по российским соцсетям пошли комментарии о запрете даже на пронос бутылки воды и другие страшилки. ЕГЭ стал болью подростков, вступающих во взрослую жизнь. Но сторонники ЕГЭ всегда говорят о неких социальных лифтах, где сказать, ЕГЭ это хороший лифт, который сразу довезет ребенка в нужный вуз. А дальше солидное трудоустройство и жизнь удалась. Но тут есть одно но. На дополнительное платное обучение и репетиторов родители успешного ребенка тратят немеренные деньги. Не всегда они есть в семейном бюджете. Учитель с его мизерной зарплатой ищет как рыба, где глубже. То есть путь репетиторства для него это возможность хорошо подзаработать. А зачастую школьная программа у ученика, он не с большим интересом занимается. Или занимается не так, как хотелось бы руководству, родителям, чиновникам от управления образованием. Я считаю, что единственная такая польза от ЕГЭ для наших дагестанцев, что очень талантливые такие ребята, которые сдают ЕГЭ и могут поступить, отправить свои документы в любые центральные вузы. Московские, Ленинградские там, ну и в другие регионы по интересным, по очень интересным этим специальностям. А так, в общем-то, ЕГЭ, оно, конечно, приносит больше вреда, чем пользы. Потому что дети начинают готовиться именно только там, учиться только по тем предметам, которые будут сдавать ЕГЭ. Ну и я считаю, что, в общем, надо просто каком-то образом улучшить подготовку, показания вот к этому, объяснить детям, вот не акцентировать их на такие ответы. В общем, заниматься очень много. Ну, а так, в общем-то, мы уже, собственно говоря, мы уже привыкли к этим ЕГЭ. Вот. И еще раз повторюсь, и это одна из возможностей, чтобы наши ребята поступали в центральные вузы. Еще одна существенная проблема ЕГЭ, он никак не связан со школой. То есть, единый госэкзамен отдельно, школьная программа отдельно. А для чего нужна тогда школа? Вот как примерно может рассуждать обыватель. Можно каким-то образом закончить школу, получить заветный аттестат, забить на ненужные предметы, усиленно, точечно готовиться к целевому предмету искомой профессии. И вуаля! И так ведь ребенок испытывает стресс. Из чего еще в школе учиться? Получается, школа стала таким бесплатным и иногда бесполезным приложением к ЕГЭ. Это я вопросы задаю пока. Мысли вслух, так сказать. Для чего нужна школа? Ответьте мне. Если все дают нашим детям, репетиторы. С одной стороны, плюс очевидный совершенно. Возможность для детей поступать в высшие учебные заведения по всей стране. То есть, это про образовательную мобильность, про то, что ребенок из условного высокогорного аула имеет возможность поступить в вуз, в столичный вуз, в питерский вуз, в вуз в любом другом, в крупном городе и так далее. С одной стороны, вот такой большой плюс. То есть, некий универсализм методологии, которая позволяет сразу человеку становиться студентом. С другой стороны, страшная просто ситуация с контрольно-измерительными материалами, которые, в общем-то, берутся практически из ниоткуда относительно образовательных программ. Самая большая группа претензий к ЕГЭ заключает в себе вопросы, имея в виду претензии учеников, родителей. Заключают в себе вопросы, главные из которых, откуда все эти задания берутся, если в школьной программе о них ни слова. То есть, формулировка заданий, форматы заданий, они зачастую приводят к тому, что вот этот большой плюс, он для детей нивелирован. То есть, он нивелирован огромным минусом, как дети будут иметь возможность или имеют возможность поступать в большие вузы, в престижные вузы, в столичных городах, в крупных городах, если методология составления этих заданий такова, что этот же мальчик или эта же девочка из высокогорного аула может себе этого и не позволить. Ну, то есть, вот такая группа претензий к ЕГЭ как к инструменту с точки зрения составления вообще вот этих контрольно-измерительных материалов. Вот, ну и третья сторона ЕГЭ, это сама процедура, которая всегда окрашена в нервозные тона, даже в суицидальные тона. И я очень часто говорю об этом, мы детей встречаем в школу в бантиках с цветами и с первым звонком, опровожаем их, получается, под металлоискатели, под металлорамки, под полицейских с пулеметами, под собак, кинологов и так далее. То есть, плюс один большой, минус еще один большой, ну и еще один минус в организации самой процедуры. В Дагестане в этом году 40 тысяч выпускников девятых классов и более 11 тысяч выпускников одиннадцатых классов. У нас в этом году 30 стобальников, а вернее 29 человек. Одна девочка получила по 100 баллов по двум предметам. Вот какова динамика стобальников за последние годы. В 21 году власти Дагестана решили премировать выпускников с высшим баллом по 100 тысяч рублей, как говорится, за отличную учебу и примерное поведение. Новость о премиях стала лучшим инфоповодом последних лет вокруг этих злосчастных экзаменов. Абсолютный рекорд поставила выпускница Татильской средней школы Табасаранского района Гаваханум Магомедова, которая набрала по 100 баллов на двух экзаменах по русскому языку и биологии. В социальных сетях и аккаунтах СМИ мелькают довольные стобальники. У ребят появляются реальные социальные лифты, потому как поступают они в ведущие престижнейшие вузы страны, о чем до ЕГЭ не могли даже мечтать. Все это хорошо, но поступая в вузы за пределы республики, преимущественно столичные, они там и остаются. Для Дагестана это потерянные кадры. Хотя вот глава Дагестана оптимистичен, в своем телеграм-канале он пишет, многие из выпускников связывают с жизнью карьеру с Дагестаном, а значит, будущие республики в надежных руках. Так, если посмотреть, окинуть так взором, то стобальники идут в московские вузы, это и Миноборг подтверждает. МГИМО, высшая школа экономики, РУДН, медицинские университеты. Амбициозные и те, кому не хватает места здесь из-за разных факторов, там и социальные списки, и дети участников СВО, идут поступать в менее престижные, но все же города центральной России. Получается, мы прощаемся с лучшими дагестанцами-отличниками, которые устраиваются потом, увы, не в Дагестане, не в стране гор посвящают свои успехи и достижения, не в республике поднимают экономику и целину. И столиц, и городов страны, хорошо устроившись, вряд ли вернутся сюда. Республика, лишь синим платочком помахав, может утереть скупую слезу и тихо или громко гордиться поколением Некст. Только и всего. Все правильно. Все, что дает им республика, это 100 тысяч рублей, и то хлеб. Все остальное, пот, труд, деньги на репетиторов и нервы, все родительское. А если мы заказываем с девятого класса хорошего специалиста, так и вкладывать в него надо, заранее и определить векторы, что, собственно, нам нужно, какие специальности требуются для республики. Вся эта ситуация с ЕГЭ и ОГЭ навеяла мне мысли о том, что школа нуждается в глубокой реформе и переформате. Из места пребывания ребенка в отсутствие родительского надзора и контроля школа должна превратиться в место накопления духовной силы, знаний, навыков. Нужно помочь ребенку определиться с выбором, с правильным выбором, кем он хочет стать в будущем, выявить его природные, генетические, духовные данные и способности, показать ему правильный путь, помочь ему стать хорошим человеком. Над этим должны трудиться высокооплачиваемые педагоги-воспитатели, у которых материальный план закрыт и все вопросы решены. Они девушки, которые пришли в школу, потому что так надо. Либо они нашли себе работу менеджера и консультанта в дорогом магазине. Ну или не смогли стать косметологами. Они у нас хорошо сейчас зарабатывают. Школу нужно реформировать. Отсюда все успехи и все беды. Пока, как верно заметил наш коллега, начинаем за здравие, бантики, галстуки, поздравления, а завершаем за упокой. А рамки металлоискателя, строгие, если не сказать, дикие надзиратели, которые даже в туалет не пускают, так что ребенку приходится нужду справлять под себя, были случаи. С этим воростом надо покончить. Вернуть 10 лет и дать возможность ребенку выбирать, сдавать ОГЭ и ЕГЭ или ограничиться простым экзаменом на проверку основных знаний по тому предмету, который он сам выберет. Дать, в конце концов, возможность выбирать. Вариативность нельзя отменять. Всегда говорил и буду говорить своим детям. Главное, чтобы вы выросли хорошими людьми. И всем дагестанским детишкам так же говорю. Будьте профессионалами, но прежде всего, правильно, оставайтесь людьми. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!